В спортивной школе Икар прошло первенство по лёгкой атлетике среди младших воспитанников. Мальчикам и девочкам предстояло пробежать 100, 600 и 1000 метров и прыгнуть в длину с разбега. Звучит свисток судьи и начинается забег. Девочкам предстоит пробежать дистанцию 200 метров. Лиза Филатова вырывается вперёд, но на последнем круге уступает соперница. В итоге второе место. Но этим результатом Лиза довольна. Девочка пришла в лёгкую атлетику год назад. Это её третье соревнование. Я пытаюсь добиваться результатов, которых... В общем, пытаюсь быстрее пробежать свои результаты, чем были раньше. Подготовка в спортивной школе серьёзная. Тренировки шесть раз в неделю. Но такой график Лизу не смущает. Главное, что есть результат. В четверг у нас кросс. То есть мы бежим 15 кругов на время. Потом либо работаем с мячами, либо прыжковый коктейль делаем. Например, в авторник мы разминаемся просто. Ну и можем барьер попрыгать, всякое такое. Вместе с Лизой на старт первенства вышли все воспитанники отделения лёгкой атлетики 2010 года рождения и моложе. Ребята бежали 200, 600 и 1000 метров и соревновались в прыжках в длину с разбега. Самое сложное, конечно, это 1000 метров. Ну, как бы любой человек так считает. Но прыжки в длину с разбега – это тоже технически сложный прыжок. Его тоже надо научиться. Просто так с улицы пришёл и прыгнул – не получится. По итогам соревнований на пьедестал поднялись победители в каждой возрастной группе и во всех дисциплинах. Лиза Филатова завоевала сразу весь комплект наград. Первое место в прыжках с разбега в длину, второе место в беге на 200 метров и третье место в беге на 600 метров. В юниоре прошло внутреннее первенство по баскетболу между командами спортивной школы ИКАР. На паркет вышли как самые маленькие воспитанники, так и те, кто тренируется много лет. Традиционное первенство по баскетболу среди воспитанников ИКАР ежегодно проходит в дыне весенних каникул. Игроки, начиная с младшего возраста и заканчивая старшими ребятами, соревнуются и показывают всё, чему научились за учебный год. Во-первых, детям интересно посоревноваться между собой, потому что обычно они выезжают на соревнования одной команды, а сейчас у них внутри коллектива соревнования проводятся. Это первый момент. Ну и второй момент – игровая практика никогда не помешает, потому что любая игра лучше тренировки. На отделении баскетбола работают три тренера. Под их руководством занимаются более 150 детей. Они тренируются не только в стенах ИКАРа. Есть группы и в городских школах. Детей приводят с 7 лет. Одними городскими соревнованиями тренеры не ограничиваются, стараются всех своих воспитанников вывозить на область. По возрастам у нас проводится областное соревнование. Называются они «Поколение НН» от Айкида Федерации Нижегородской баскетбола. Проводятся соревнования по возрастным группам также. Вот наши ребята участвуют. Достаточно хорошо выступают. У команды 2008 года рождения есть неплохие шансы занять призовое место в областных соревнованиях, считают игроки. Ранее ребятам удавалось занять максимум третье место. Сейчас они настроены улучшить свой результат. «Поколение НН мы должны поехать 1 апреля играть. У нас осталось две игры всего. Дзержинская и Балахна. Если мы обыграем хотя бы одну команду, мы должны хотя бы подниматься выше. А если проигрываем, то мы вылетаем». На паркет юниора выходят не только детские команды. 30 марта баскетбольный клуб «Атом» встретится с газ-электроникой из Арзамаса в рамках чемпионата Нижегородской области. 2 апреля пройдет стыковой матч-плей-офф. Соперником нашей команды станет Университет Лобачевского. Начало в 13 часов для лиц старше 6 лет. Чемпионка России по шашкам живет в Сарове. Воспитанница Дворца детского творчества Алиса Рубцова стала обладательницей золотой медали на первенстве России. Также девочка завоевала серебро и бронзу. Еще один ученик ДТТ Тимур Стигунов стал бронзовым призером первенства. В марте в Самарской области прошло первенство России по шашкам среди школьников младших возрастов. Саров на нем представляли трое воспитанников Дворца детского творчества. Результаты впечатляют. Ребята привезли 4 медали – 2 бронзы, серебро и золото. Алиса Рубцова в молниеносной программе заняла третье место. В быстрой была в шаге от победы, но не хватило дополнительных показателей. А вот в классической программе показала все, чему научилась на занятиях во дворце. Всех соперниц обыграла, всего лишь две ничьи у нее было, набрала 16 очков из 18 возможных и стала чемпионкой России, победительницей в основной классической программе. Алиса уже второй раз участвовала в первенстве России. В прошлом году она стала серебряным призером. Ее имя часто мелькает в списке победителей соревнований регионального уровня. Глядя на список достижений Алисы сложно поверить, что ей всего 9 лет. Почти 4 года девочка занимается шашками. Самая сложная шашка, что надо думать, искать, рассуждать. Нужно иметь большое терпение. Я хочу в конце мая поехать в Сочи на соревнования. Хочу получить три медали золотые. Тимур Стегунов ездил на первенство вместе с Алисой. Участвовал во всех программах, сыграл 27 игр. Результат Тимура – бронзовая медаль в классике. Что они какие-то загадочные. Кто-то считает, что это легкая игра, а кто-то наоборот, кто в ней разбирается. Кроме того, недавно команда Дворца детского творчества участвовала в онлайн-турнире «32 поля» 7-го комплексного образовательного проекта «Москва-Крым. Территория талантов». Саровчане разгромили все московские команды и завоевали кубок. Самое главное, я считаю, здесь сочетание трех качеств, вернее, трех составляющих успеха ребенка – это способности какие-то определенные к игре, это заинтересованность родителей и желание тренера развивать своих детей, своих воспитанников. Вот эти три качества, три стороны развития, они как бы в этих детях совместились удачно, такой пазл сложился. Борьба за титул чемпиона области. Саров принял на своем льду хоккейный клуб «Старт» из Таншаева в рамках финальной серии игр чемпионата Нижегородской области. Стихли последние аккорды гимна, судья вбрасывает шайбу и игра начинается. С первых минут матча соперники из Таншаева дают понять, что приехали за победой. Играет старт преимущественно в контратаке, и к середине периода гости открывают счет под оглушительную тишину трибун. Отыграться к концу периода Сарова так и не удается, однако на боевом духе наших болельщиков это никак не сказалось. Мы, конечно, очень переживаем за нашу команду, надеемся, что победа будет за нами. И наши ребята, они молодцы, они соберутся. И сейчас для болельщиков они сделают самую хорошую игру. Очень хорошая игра. Я желаю самых лучших голов, побед, чтобы все получалось. Мы очень за них переживаем, болеем, надеемся, что все у них получится во втором и в третьем периоде. Игра очень напряженная, команды достойные друг друга. Надеемся на нашу победу. Саров вперед! У нас все будет хорошо, мы обязательно победим. Весь город пришел их поддерживать. Мы в них верим, мы в вас верим, мальчики. Игра не была щедрой на забитые шайбы, однако держала трибуны в напряжении до последней секунды. Второй период уже подходил к концу, а счет на табло оставался без изменений. 0-1 в пользу гостей. Сравнял его Константин Поляков, отправив шайбу в ворота противника за две минуты до перерыва. Трибуны буквально взорвались овациями. Каждый период равная борьба. В первом маленько упустили, то, что гол пропустили. Маленько расслабились, но потом парни, особенно старшие, старшее поколение нашей команды нас подзавело. Трибуны тоже заводили, гнали вперед. Ну и второй период, и третий также с равной борьбой. И где-то нам больше повезло, где-то мы больше попали, но по мне так у нас моментов было больше. Им очень помогал вратарь. Работу вратарей позднее в комментариях многие подписчики назовут виртуозной. На протяжении всего третьего периода они успешно отбивали все атаки противника. Ни одной команде так и не удалось попасть в ворота. Основное время игры закончилось ничьей. Победный гол наш игрок Денис Китаев забил уже на седьмой минуте овертайма. Это была самая валидольная игра за весь чемпионат, рассказал Аркадий Шаплин. Старшая всегда принципиальный, сильный соперник, с которым с ним играть интересно. Всегда идем ноздря в ноздрю, в одну-две шайбы, что у них на выезде, что у нас дома, особенно в этом сезоне. Но сегодня удача повышена на нашей стороне была. Смогли, победили, трибуну помогали. Трибуну – шестой плевой игрок. Поэтому, в общем, усилиями добились победы. Противник в борьбе за первое место Сарову достался непростой. Команда «Старты Станшаева» трижды становилась чемпионом области. А потому борьба за победу обещает быть напряженной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова